МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никогда еще этот дом и двор не видели такого количества гостей. Чиновники из районной области, эксперты надзорных ведомств, участковые, полицейские, следователи все пришли посмотреть, в каких условиях живет многодетная семья Гончаровых в селе Залешенко, что в Хурской области. У Анастасии Михайловны шестеро детей. На всю семью 40 квадратных метров общей площади. Впрочем, теснота не самая страшная беда. Проблема у нас тут. Плесень постоянная на протяжении 8 лет. Даже с первой годы капала. Восемь лет семья Гончаровых борется с трещинами, дырами и плесенью в новом доме. Восемь лет они пытаются обратить внимание главы сельсовета и районных чиновников на то, в каких условиях живут шестеро детей и двое взрослых. Периодически в доме появляются рабочие. Что-то запенивают, что-то заделывают, после чего проблемы усугубляются. В семье же помощь местной власти решили оказать весьма своеобразную. Поместить детей в социальный приют. Отчаявшаяся мать обратилась к главе Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После того, как Анастасия Михайловна рассказала ему о своей беде, в маленький домик и нагрянули все чиновники разом. И время нашлось, и интерес появился. Теперь уголовное дело о нарушении прав многодетной матери будет расследоваться в Центральном аппарате Следственного комитета. Больше того, Александр Бастрыкин поручил установить и другие семьи, оказавшиеся в подобной ситуации. И не только многодетные. 810 детей-сирот стоят в очереди на жилье в Курской области. В Курской области 564 миллиона рублей было выделено из бюджета на решение их проблем. Освоено чуть больше 200. Почему? На этот вопрос ответ даст следствие. Вот почему именно сейчас чиновники проявили такое невероятное усердие. И это после 8 лет мытарств Гончаровых. Я боюсь, что упадет этот дом. Трещины везде. Просто везде. Вытяжка вообще не работает. Тут 44 квартиры. Я прошу вас разобраться в этом деле. Просто если они будут дальше строить, то такие квартиры будут по всей Курской области. После личного приема представителя Следственного комитета России, чиновники, ответственные за социальную защиту, взбодрились не только в Курской области. В Кемеровской все бросились решать проблему девушки-сироты Таисии Морозовой. В течение 4 лет ей не только не предоставили положенного жилья, но и исключили из очереди под надуманным предлогом. В декабре 2020 года я решила записаться на личный прием к председателю. И буквально через 2 дня после того, как я записалась к нему на прием, мне позвонили со Следственного комитета моего города, Новокузнецка. Сказали, что меня уже восстановили в очереди. Предложили юридическую помощь. Связались сами с моим юристом. Юрист быстро, оперативно собрала все документы. Подала в суд. И вот уже назначили на 28 января суд. Вот так очень быстро решилась проблема моя. Зато у чиновников Кузбасса проблемы только начинаются. Больше 9 тысяч сирот стоят в регионе в очереди на получение жилья. Без малого 2 миллиарда рублей было выделено в прошлом году из бюджета на решение их проблем. Местные чиновники отчитались о почти стопроцентном освоении средств. А очередь уменьшилась лишь на 11%. Как такое может быть? На этот вопрос предстоит ответить следствию. А следователям из Курска и Кемерово придется отвечать за формализм в подходе к защите прав многотятных семей и детей-сирот. Это Красноярский край. Так задерживают одного из предпринимателей, который решил нажиться на сиротах. Два горе-бизнесмена вступили в преступный сговор с двумя муниципальными чиновницами из Балахтинского района. Цель была одна. Освоить средства, выделенные на покупку жилья для детей-сирот. Да так, чтобы и самим обогатиться, и чиновниц не обидеть. Сейчас все фигуранты этого дела дают показания. Что хочет участвовать в аукционах по приобретению жилья детям-сиротам. Какого-либо услуга от вас просил помощь? Грубо говоря, подстраховывать. Каким образом? Ну, скажем так, более тщательно рассматривать документацию. Ну, если какие-то даже малейшие нарушения, чтобы отклонять других. Итогом такой подстраховки стало то, что ветхое жилье, приобретенное махинаторами от бизнеса по дешевке, было перепродано муниципалитету. Уже за бюджетные рублей и по ценам в 5-10 раз выше рыночной стоимости. В этой схеме лишними были только дети-сироты. Я была в шоке, когда увидела квартиру и дом в целом, потому что они находятся в аварийном состоянии. О чем имеется заключение соответствующее? В доме имеются кривые полы, кривые стены, а также там печное отопление, которое не соответствует новому пожарной безопасности. Стены, полы, проводка, окна, они все в плачевном состоянии. Теперь вопросами Ксении и ее товарищей будут заниматься совсем другие чиновники. И они то уж точно будут учитывать то, что их предшественники сейчас находятся под следствием о взяточничестве. Те, кто отвечает за обеспечение жильем детей-сирот в Удмуртии, тоже работают под тройным контролем. Больше двух лет не может добиться исполнения решения суда девушка-сирота Дарья Захарова. Кому достаются эти квартиры? Как работают механизмы по предоставлению жилья сиротам в республике? Теперь эти вопросы контролирует еще и региональное управление Следственного комитета России в рамках возбужденного уголовного дела. В свободном доступе есть информация о торгах и закупках жилых помещений. Неизвестно, что последние закупки были 30 декабря 2020 года. Значит, есть возможность исполнить решение суда моего гражданского дела. Но почему-то этого не происходит. Я считаю, что мои права нарушены. Обесценивается решение суда, как обесценивается право всех детей-сирот на подачу таких заявлений в суд. И считаю, что это незаконно. В настоящее время Следственным комитетом Клудмуртской республики возбуждено уголовное дело. И я надеюсь, что следователи разберутся в данной ситуации и помогут мне. Семь лет скитается по съемным квартирам Андрея Шувалова из Стамбова. За это время он успел закончить колледж и начать работу поваром. Вот только мечту о создании семьи он все время откладывает. Некуда пригласить избранницу, негде растить будущих детей. И здесь к решению вопроса тоже подключил Следственный комитет. И здесь расследуется уголовное дело о нарушении жилищных прав. Я очень надеюсь, что сотрудники Следственного управления помогут мне в решении моей проблемы. И в скором времени я отмечу свое долгожданное новоселье и задумываюсь о создании семьи. Они рано остались без родительской поддержки. После интернатов начинать жизнь с чистого листа очень трудно. Им бывает не с кем посоветоваться и стыдно просить о помощи. Между тем, это наши общие дети, дети всей страны. И они не должны остаться без профессии, без крыши над головой. Правительство России выделило в прошлом году беспрецедентные средства на закупку жилья для детей-сирот. Но при этом острота проблемы стала ненамного меньше. Руководство страны Следственного комитета пытается с максимальной ответственностью, заботой и любовью выполнить все родительские обязательства по отношению к детям России. Но не все чиновники от служб опеки в регионах соответствуют образу идеальных родителей. Теперь выполнение ими своих родительских обязанностей берется под особый контроль. Чужих детей без крыши над головой в великой стране быть не может.